Итак, всем прям и доброго времени суток. Это канал Лэйзи Дмитрий или Ленивый Я. И если тебя каким-то чудом сюда занесло, то поставь лайк, дизлайк, напиши что-нибудь в комментариях. Подпишись и видео посмотри. Короче, поучаствуй. Тебе не сложно, а мне поддержка. Ну, в общем-то, Google Maps опять показывает нам территорию Средиземья. Довольно небольшую, надо признать. Ну что, поехали. Продолжаем буянить роханскими войсками. Тут почему-то у нас будет. Да, спасаемся Средиземья. Всеми силами. И пора уже нашу территорию отжимать. Роханскую, роханскую. Ага. Ага. Твою мать. Опять не наша земля. Фу, блин. Я же говорил, дальше надо ехать. Не надо, не надо. Да, уничтожьте. Действительно. Так. Ай. Сейчас, это слезет с лошади. Ты, блин. Ладно. Так, вы наверх. Ты сюда. Возьми камень. Так. Сядь на лошадь. Не тупи. Давай быстренько используем вот эту штуку обязательно. Куда ядрить твою? Ну, смотри. Вот это самый бред. Они просто... Да, не хотим учиться, блин. Так. У нас есть десятки. Поэтому десятки мы переставляем раз и... Да, вот еще один ответ. Все отлично. Так. Сюда мы ставим вот эту штуку. Это, чтобы наши эльфечи войска здесь спокойно могли опыт набирать. Так. Еще что? Лагерья тьмы. Ага. Отпадем. Ответвольные стряков. Сотрядом крестьян. Ага. Сейчас. Делать больше нечего. Сюда нам надо поставить вот эту штуку. Обязательно. Это очень нужная вещь. Пошли на... Пойдемте. На... Ну, пострейдавай, блин. Сколько можно? Нужно. Набирай, набирай, набирай. Ну. Нужно. Вот так. Это, естественно, для того, чтобы наши лучники и от всех, и от всех получали свой бонус броню. И плюс еще бонус к атаке. Ну, бонус к атаке, в принципе, хотя нет, нужен, нужен. Вру, нужен. Вот так мы их поставили. Все. Красота. Так, поехали. Разведывать. Карта здесь не очень большая. Тут, по-моему, всего четыре, значит, города-не города, локации-не локации. В общем, не так много здесь всего находится. Мягко говоря. Зарабатывать опыт героями опять геморрой, потому что герой у меня, к сожалению, ближнего боя, а войска врага, к сожалению, это... К сожалению, это, по-моему, эти, как его, блин, люди-то. Да. Я ничего не путаю. Да, смотри-ка, ты про... Помни, как это? Хе-хе, помни, ты ручки-то. О, пошли, пошла жара. Так, вот эта штука, она берет, видите, вот ее идет. То есть она нас сейчас очень хорошо защищает. Вот. Ага, вот тут хитрость. Смотрите. Кстати, эльфы, они активно атакуют именно тех, кто ближе. То есть вот эту пехоту. Ну, видите, уже седьмой. Но пехота эльфам здесь не страшна. Она пока до них доберется, извините, она 150 раз по башке получит. Вот. Поэтому нужно отстреливать в первую очередь... Вот. Нет. Вот этих, да. Вот этих засранцев. Так, сюда мы ставим башню. Естественно. Сейчас подойдут, встанут. Все, подошли, встали. Огонь. Потому что эти ребята, они... Во-первых, третий уровень. Что уже делает их немножко опаснее. Вот. Во-вторых, они вот так под шумок могут стрелять. О, пожалуйста, вот. Видите, я их не заметил. Видите, нет, к сожалению, в этой игре такого момента, что ребята атакуют тех, кто атакует их. То есть нет приоритета. Например, вот стой на стене, например, да, пехоту можешь особо не бояться. Такого? Точно. Давай, чувак, зарабатывай опыт свой. Вот опять обратите внимание, да? То есть... Одного уже слили почти, прошу обратить ваше внимание. Иди-ка наверх, парень. Все, ну вот сейчас уже пошла нормальная ситуация. То есть уже сейчас такой, основной волны такой нет. Большой. Естественно, мы делаем вот так. Останавливаем. Ну, и эльфы стоят здесь, в общем-то, в очень хорошей ситуации. Да, вот они еще достают до вражеской лесопилки. Ну, вообще хорошо. Так, тут нам... Тут нам ничего вообще больше не надо. Потому что у нас все отряды есть. Все есть. Все в наличии. Сейчас только строить фермы. И, в общем-то... А, ну и лечилку, кстати, да. Лечилку. Лечилочку. И, в общем-то, все. Эльфы сейчас, ясен, перец будут отстреливать вообще всех. Потому что основной... Как бы это обозвать? Основной поток мы его сдули. Первоначальный. Очень хорошо сдули. Эльфы получили, опять же, очень хороший... Вообще, кстати, они у меня, по-моему, до восьмого. Ну-ка, дай посмотрим. Ты знаете, да. Они очень хорошо получают опыт. Они сейчас под двойным бонусом. Вот этот и вот этот. Бронеатака и так далее. Плюс открытые ворота провоцируют наших врагов. Так что, в общем-то, тогда поехали. Так. Давайте-ка мы сейчас хитрость сделаем. Вот тут, по-моему, да. И вот вопрос, захватывать ли эту территорию, вопрос на миллион долларов. Сейчас поплотнее подъедем. Получится, не получится. Куда? Куда вы несетесь, блин? Смотри, прям вот ушли от всех. Таять. Становитесь. Давай, учи. Девятый. О, видали как? Махом, какой кусочек подучился. Ну, в целом, вот тут даже говорить-то особо не о чем, на самом деле. Проблема этой игры, конечно, то, что... А знаете, сейчас они все равно будут атаковать пехоту. Нет. Обалдеть. Эти семерки? Ну, нифига себе. Да что ж ты, жопа-то косая, а? О, все. Шестой левел. Хорошо. Самого слабого покачнули. Пусть стоит, тут дальше загорает. Непонятно, правда, откуда враги прибежали. Так. Давайте-ка мы все-таки захватим эту точку. Не будем тупить, потому что, во-первых, нафига нам ее отдавать врагам? Правильно? Правильно. Вот, пожалуйста, уже бегут. Не, ребята, занято. Так, выходим сюда пока что. О, ничего себе. Вот террас. Ай-яй, как не стыдно. Ну, тут первым делом башни, конечно же. А что еще тут строить? Вот вроде кажется, да, у вот этого замка, в отличие от гондорского, идет компенсация, так сказать, количество выходов количеством башен. Но если подумать, роханский, он ведь лучше, ой, гондорский, потому что у нее всего один вход, он, кстати, гораздо уже. И, что самое важное, что самое важное, две башни стоят прямо на входе. И еще две можно воткнуть дополнительно. То есть, не стационарное, а вообще просто. Вот в этих местах. А что происходит? Почему у нас главные герои? Давайте вы назад вернётесь немножко. Да, вот что-то а то как-то... Давайте, давайте. Броню, броню. Нечего баловать. Немножко назад. Вот так. А то, блин, поскакали. Вон и Овин опять чуть не померла. Дура, баба. Ой. К сожалению, вот эти вот конные герои, это... Наверное, самая большая проблема. Так, седьмой. Девятый. Ну, десятки надо прокачать, остальных... О, повижу одну десятку. Блин, да нет. Ну, то есть, нет. Да. Надо... Да, давайте, валите отсюда. Есть один десятый. О, два десятых. Замечательно. Давайте тоже лечиться. Так, ну, тут, я думаю, одну лечилку. На всякий пожарный. Мало ли. Кто вас атакует? Кто посмел? Как им не стыдно. Скажите им фу-фу-фу. Дайте немножко денег. И отпустите с миром. Вот эта вот пехота, кстати, ну, вот эти вот, именно эта пехота, она очень хороша, честно скажу. Если их подкачать... У них, правда, тоже не ахти все хорошо с апгрейдами, но она в целом очень крепкая. Эта пехота, она прям заточена под броню. Не знаю, уж с чем это связано, но это факт. Так, тут все. Тут, да, тоже все. Ребята подлечились, кстати. Хорошо, пошла такая пьянка. Давайте башню поставим, че? Хватит. Сюда. Самое защищенное место, выход. Да-да. Я вижу мертвых людей, отстань. Постоянно. Достали уже. В целом, так, ну-ка. До сюда добивает, да? Можно сделать вот так. Кто ударил первым? Фу-фу-фу, как не стыдно. Эту штуку можно сносить. Эльфам она больше не нужна. В качестве башни тоже сойдет. Эльфам тут и так хорошо. Главное, в принципе, вот эта часть. То есть, это опыт. Я уже говорил, да, что когда вокруг отрядов вот такая вот аура, слегка светящаяся, это значит, что они находятся под воздействием какого-то полезного, чего-то полезного. И, соответственно, чем ярче таура, тем больше на них понавешано. Ну, на отряда, естественно. Так, я вижу еще десятки. Одну, по крайней мере, точно. Нет, нет, стой. Десятый ранг. Давайте, идите сюда. Все, десятки есть? Так, нету. Нету. Но. Есть. Вот эта вот героиня, она самая бесполезная. Блин, ну у нее реально, вот. Она недостаточно сильная. Так. Ну что ты? Костуй. А, так. Это уже максимум, да? Но его я убирать не буду. О, так, хорошо. Еще одна десятка. Убираем. Иди лечись. Еще одна десятка. Вообще класс. Все на максимуме. Так. Семерка. Хорошо. Так. И она мне, в общем-то, больше не нужна. Ну, потому что геморрой слишком с ней много. Стык. Так, вали. Иди давай. Гонец за подкреплением. Так. Вот у нас осталось не так много отрядов, да? Это хорошо. Йента очень хорошо. Конечно, сложнее всего прокачать Сеомера, потому что он все-таки девяточка. Девяточка. Хорошо. Вопрос. Как у нас... Теодон погиб. Нет? Да ладно. Не успел помереть. Тогда иди лечись, балбесик. Пробил час славу. Померать что-то собрался? Мудило, блин. Старое. Старое. Мудило. Видите, то есть герои достаточно шустро сливают, я хочу сказать. Несмотря ни на что. У тебя казалось бы девятый левел. Так. Опа. А это что такое? Да. Действительно захватил. Обратите внимание, с какой скоростью у него летают жизни. У девятки, ребят. И при этом, с какой скоростью идет прирост. Угу. Так. Это у нас дополняшечка, да? То есть они ее уже захватили. По-хорошему, стоим-то мы нормально. То есть у нас сейчас без остановки почему-то прут пехотные войска. Это очень хорошо. Так, а у него что там к бонусу-то идет? А, ну тут урона броня. Ну ладно. Убейте всех, кого увидите. О, еще одна десятка. Класс. Так. Ребята, спасибо за службу. Свободно. Да ладно. А, это ты, типа, таким образом, так сказать, фразы их слишком много. Ты, типа, такой, ой, мы убегаем не потому что мы трусы, а потому что их слишком много, да? Ясно. Ладно, ладно. Так. Но эту мелкую мы пока не трогаем. Давайте-ка вперед двигаться. Да ну. По-моему, это вражеская лесопилка, чувак. Сегодня вы путаетесь. Стоп. Кто тебя там ударил? Ты что тут делаешь? А, ну в целом, ладно что. Дайте сюда. Непонятно, может, как он там застрял. Так, а вот это основной лагерь, судя по всему, да? Ну, потому что, да, если это брать по, по-по-по, по-по, по расположению, то вот здесь должен быть еще, вот здесь, вот внизу должен быть еще один вот такой вот цитадель. Такой цитадель. Это замок, да? А, нет, то, что цитадель. Ну, этот... Ай, ладно, пофиг. Надоело, блин. Короче, этот цитадель, это замок, заколебали. Малая крепость, большая крепость, отстаньте. Так, у тебя не откатилось? У тебя откатилось. Замечательно. Давай. Колдавай. На всех. Айда, пошли выносить их нахрен отсюда. Это наша корова будет, и мы ее будем доить. Не колышет вообще. Бэм. 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 А ну, назад. Давайте. Стойте тут. А ты можешь жахнуть копьем по большой страшной бяке. Опа. Не убил? Эх, печалька. Защитите, защитите. Сначала убейте всякую мерзопакость, которая по вашей земле ходит. Бэм. Бэм. Есть. Теперь с этим. Так. Что самое важное. Стрелков мы отвлекли на героев. Это важно. Я понимаю. Уйдут, не уйдут. Успели. Это хорошо. Так. Разобраться с этой штукой. Единственный стреляющий, оставшийся. И большой замок наш. Это хорошо. Давайте, давайте, лечимся. Не купим. Хотя, с другой стороны. Кому я это говорю? И в целом, чуть-чуть не очень похоже это на большую территорию. Хотя, деревья. Вроде она. Ладно, сейчас посмотрим. Да, это она. Большая территория. То, что надо. Мы должны защитить нас. Да. А чуть-чуть им осталось. Я хочу сказать. Еще парочка вот атак. Ай. Не пустили. Стену прям перед носом. Мрази поставили, да? Ребят, вы уверены? Бе-бе-бе. Ой. А ты тут потеряшечка. Откуда ты здесь? Маленький. Подожди. Сейчас, сейчас, сейчас. Дядя Эомер тебя не бросит. Упокойно, сейчас. Сейчас все будет. Так. Сюда мы опять ставим это. Сюда вот это. Кстати, пусть полечится. Раз. Два. Три. Четыре. Пять ферм. Красота. Дяденька Эомер. Вы не могли бы помочь Огрику? Даша, путешественница, блин. Ёлопал. Еще один. Отступить. Ну. Все эти Огры, штука, конечно, опасная. Но. Как сказать. Они хороши именно в общей куче. Толку от них в, скажем так, индивидуальном выступлении практически никакого. То есть, одинокий тролль, подбегающий к твоему замку, это опасно, если у тебя нет башен, ты их ток-ток строишь. Если у тебя уже есть башни, или это башни Роха, этого Гондора, да, которые там с апгрейдами и так далее. Это вообще, знаете, это как-то, это даже не смешно. Ну, все, вот смотрите. Все, это пошла стрельба. Пиу-пиу-пиу. Пиу-пиу-пиу. Все. Сейчас я могу вообще не париться. Но. А то откуда они идут, кстати. Вопрос на миллион долларов. Эльфа бы сюда перетаранить. Вот, пожалуйста. Все, наверное, слегка обработает. Айда, чувак. Получи свой десятый уровень. Быстрее. Не получил. Да выстоит, выстоит. Хорош страдать. Мы поняли, что он выстоит. Вообще странно, что это как-то мимо этих угров проскакал. Мимо всех. Это мы забираем. Так, это мы, пожалуй, тоже забираем. А что они здесь строиться не будут уже? Давайте-ка мы эльфов наших перетараним вот сюда. Учитывая, что здесь идет атака, я думаю, это будет не бесполезно. Так. Вы давайте прокатитесь вот сюда. Да. Да. А, ну, кстати, а это пусть стоит. Пусть стоит. Я даже не против совсем. Три фермы так же фиганем. Ага, вот откуда огра нет ребят игры нам не нужны игры это фу-фу-фу ну даже не так это не фу-фу-фу но в случае вот как бы в данном конкретном случае проблема в том что они аграф создавать особо не будут а висеть они на балансе у них будут довольно подъедь поближе и ты тоже вот так давай всех и тадам так звук получения опыта был такой я же как его обрисовать хочу так а кто ты где там я думаю чем об урон получает блин этот вон окажется чего попины вают попыхивают понемножку теоретически можно убрать башню допустим этика мы так и сделаем берем вот эти две башни чтобы эльфы тут так сказать чисто свой опыт получали чистый чистый незамутненный опыт здесь тоже не будем заморачиваться выдумывать ничего особенного вот и все блин они так у меня блин хорошо все таки вот ладно нет не зря не зря я оставил этот отряд не стал а вот так сказать выгонять так здесь чтобы не смущать умы не окрепшие умы нашего враждебного компьютера сейчас беда потому что компьютер что-то как-то немножко загрустил по маму хотя у него есть полностью фермерская вот тут тема которая денег приносит весьма неплохо а нет это ну это не смешите меня не богу чуждо вражеский лагерь с этим естественно мы разбираемся не не че тут опа четвертый уровень здрасте а вы откуда башни серьезно да я вижу эти помощь нужна те уже не помощь нужна а патологоанатом ну ты смотри а блин прилипла я не знаю никак ее не успокоить на получить как тебя там ты вот и вот и вот так хочу за звуки страны кто там помирает башни какого черта тут башни по наставлены приканчивал к не выросло лан тогда сейчас я тут устрою небольшой флешмобчик вот так сказать где я получу дополнительные уровни для своих вот этих вот слабых отрядов но это в запись не впадет потому что действительно уже стояние опять на месте от стрел и так далее это не интересно так что пока перерыв и в общем то как то так мы тут все разносим все как видите у меня практически сплошные десятки но это не победа естественно так как хомякова инстинкт никуда не делся хочется зацапать как можно больше то есть как видите у меня минимальный уровень в армии это пятый герой все по уровню получили конечно наш хоббит самый проблемный зараза получается вот ладно это терпимо выезжайте пока сюда вот такая вот очередная замечательная победа вообще конечно вот эти вот люди скажем так служащие саурона мягко говоря поразили у них очень странная странно работает скажем так вот эта компьютерная соображалка то есть они не пытаются атаковать как мор мордорские орки они не пытаются отстраиваться даже когда ты уходишь фактически вот что происходило на протяжении всего того времени что тут сидел да то есть у них была абсолютно не тронутая вот эта локация которая очень хорошо добывает ресурсы я абсолютно не трогал вот эту локацию башни посносил но не более того то есть тут была еще одна добывалка извините 2 давай будь здоров спасибо и так далее вот и собственно одна один барак и все они на этом застопорились то есть компьютер как-то очень быстро признал свое поражение но не знаю как-то это по-моему не очень правильно да елки-палки эллахы вот ведь в нос попал чарльч пошли сломаем к черт ты матери тут все и Да, это было издевательство. Самое натуральное. Над финальной локацией. Да, да, да. И победа, естественно, не блестящая. Потому что я же не объединил отряд крестьян с отрядом лучников, правильно? Вот. Значит, победа не блестящая, обычная. Ну что, что у нас получается? Элмер, кем начали первым, тем, как говорится, первым десятым уровнем набрали, по сути. Еще раз, два, раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь. Ну вот еще один десятый, по сути, на подходе. Ой, красота. Вообще красотища. Так, отдал эльфийский луч. А, вот восьмой, да? Сейчас у нас, по сути, по уровню проседает только зараза Мэри. Потому что вот эту единственную пятерку. Минуточку. А, две, вот все. Фу. Блин, что-то я испугался. Показал, что только одна пятерка должна быть две. Я ее довольно быстро докачаю. Ну ладно. Хоббит-то, в общем-то, бесполезен. Он тут чисто так, для антуража. Буквально, без шуток. О, двойное прирост ресурсов. Ну что? Есть такое. Но, нехилый кусок Средиземья отвоел он. Я вам так скажу. Ну что, пустят меня домой уже, ГЭС. Отвоевать, так сказать, исконно роханские земли. А то все, мы за гондорские воюем. Могли бы и сами что-нибудь сделать. Ленивая жопа. Ну, отвоевать исконно уже теперь роханские земли. Все-таки мы будем в следующем видео. А пока всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Делитесь этим видео в соцсетях. Друзьям о нем рассказывайте. Ссылка на плейлист на поддержку канала и на группу ВКонтакте, как обычно написали под видео. Кстати, о группе ВКонтакте давно и там не было. Надо заглянуть. Под видео. Ну а пока всем пока-пока. И до встречи в следующем эпизоде. Где мы, собственно, продолжим зачищать Средиземье от оскверняющих его сил зла. Кстати, очень жаль, что вот это вот Эдорас. Крепость. Она присутствует в оркской компании, но отсутствует оборона здесь. Хотя, как ее реализовать, эту оборону? Ну ладно, фиксим, ладно. Это все. Так, лирика. Все. Всем счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok